Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы обсудим недавнее событие, а именно выход PUBG на PS4. Погнали! Недавно состоялся анонс PUBG на PS4, в котором объявили, что игра выйдет на японской консоли 7 декабря. И в день анонса, какая-то часть обладателей Xbox немного всплакнула, мол, PUBG слили на плойку. Другая же часть отнеслась к этому нормально, ибо предполагала, что PUBG это лишь временный эксклюзив Xbox One, и её выход на PS4 слишком вероятен. При всём при этом я помнил, как многие обладатели Хуана радовались выходу данной игры, якобы Sony сосать, вот это топчик, вот это эксклюзив и тому подобное. И я захотел посмотреть на реакцию обладателей PS4, и знаете, по комментариям, которые я нашёл, они мне показались даже адекватнее, чем обладатели Xbox, ибо они изначально поняли, что игруха-то не очень, и не слишком горят в неё играть. Кому нравится игра, играйте на здоровье, всё же игры на вкус и цвет, но объективно, в техническом плане, игруха реально плохая, особенно на консоли. И как в неё играет до сих пор, я не понимаю. Итак, плохо ли то, что PUBG вышел на PS4? На мой взгляд, да, плохо, потому что обладателя Хуана в этой ситуации можно считать реальными говноедами. Если что, я тоже в этом списке, поэтому не аквитись. А говноеды бывают, потому что заплатили 2К за неработоспособную игру, провели в ней немало времени в надежде на стабильный полёт, потеряли кучу нервов и тому подобное. Те, кто купил её на релизе бета, то должен меня понять, ибо играть в неё, ну, просто было невозможно. Фризы до 15 фпс, хрен пойми какой перестрел, в общем, игруха явно не была хорошо рабочей. Да, я слышал, что у некоторых игра никогда не лагала и всё шло невероятно стабильно, но тут я могу сказать одно. ХЗ как, но вам очень повезло. При всём при этом, пользователи PlayStation 4 просто составили оказываться подождать, пока она более-менее начнёт стабильно работать. И выкатили. С этой ситуацией подтвердилось отношение к пользователям, а именно то, что Sony, скорее всего, не позволит выпустить игру, которая ужасно работает, давав надежду игрокам, что со временем всё исправится. Microsoft же, наоборот, сунет недоделанный проект под нос и уверит, что это консольный эксклюзив, мол, пацаны, ну чё вы ноете, это лишь бета и это нормально, что она так херово работает. Зато вы раньше всех поиграете, а? Круто? Как бы да, тут претензий нет, если бы не ценник в 2К и не добавление в подписку Xbox Game Pass. Я понимаю, что для большинства пользователей это плюс, ибо игру они не приобрели, а поиграть хотели, но для 8 миллионов пользователей, которые купили игру за 30 баксов, это пиздец обидно. Так как получается, они заплатили за бета-тест 2К, оттестировали игру, сказали где косяки и помогли срубить разрабам ещё кучу бабла. Также подлить масло в огонь может оптимизация игры, если вдруг на PlayStation 4 игра будет идти лучше, чем на Хуане, а такое возможно, то тут без комментариев. Если честно, мне до сих пор не по себе, что я выкинул 2К на такую парашу. И знаете, всё же разрабам PUBG можно отдать должное, ибо у них всё-таки получилось продать такую сыроватенькую игру в таком количестве, при условии, что есть аналог под названием Fortnite, который вообще бесплатный. Если вдруг меня смотрят обладатели PlayStation 4, то ребят, я хочу вам дать совет. Не покупайте PUBG, она не стоит своих денег. На мой взгляд, лучше играть тот же код BO4, а на крайне к Fortnite. Да, я понимаю, что он мультяшный, там есть строительство, но поверьте, PUBG вряд ли будет работать так, как работают другие игры. Ведь PUBG и на ПК-то идёт не идеально, хотя он именно под него был заточен, а на конце люх уж подавно. Не ведитесь на этот хайп, сэкономьте лучше денег. Если вы вдруг реально хотите в неё поиграть, то поиграйте в неё лучше на мобилке, она там намного лучше оптимизирована, поверьте. Но обладателю Хуана я могу лишь поздравить, что мы добровольно проглотили очередную парашу и помогли заработать как можно больше бабла разрабам. Но если вдруг кому-то игруха так зашла, что он до сих пор в неё играет, могу сказать, что у вас специфические вкусы, друзья. Но если вам нравится эта игра, то значит вы по сути ничего не потеряли. Но лично я всё-таки жалею, что отдал деньги за этот недоделанный продукт. На сегодня всё, обязательно пишите в комментариях, как вы относитесь к PUBG, играете ли вы в него или нет, планируете ли играть и так далее, очень интересно почитать. Также не забывай ставить палец вверх, если понравилось видео, подписываться на канал, чтобы быть в курсе следующих роликов и рассказывать своим друзьям, мало ли им тоже это интересно. Спасибо за просмотр, до новых встреч.